Друзья, приветствуем вас на портале обучения и саморазвития и сегодня мы поговорим на тему выбора идеальной породы собак для квартиры или небольшого дома. Но если в прошлый раз мы подробно обсуждали различные породы самых маленьких собак для соответственно самых маленьких квартир и даже коммуналок, то сейчас мы перейдем к топ-12 немного более крупных пород собак, зато в свою очередь более функциональным и солидным собакам, но которых все-таки вполне можно содержать у себя в квартире, а еще лучше в небольшом доме. Ну и конечно не стоит забывать, что иногда собака в квартире, а тем более доме, нужна не только в декоративных целях. Идеальная собака может и защитить хозяина в случае необходимости и охранять дом и поиграть с маленьким ребенком и даже принести тапочки. А если при этом такая собака еще и будет неприхотлива в заботе и сможет жить на небольшой площади, вот такая порода собак и будет идеально подходить для проживания в квартире. Конечно, все зависит еще и от того, как вы будете относиться и воспитывать свою собаку, но все же и выбор породы, конечно, также играет огромную роль, поэтому давайте разберемся в том, какая же порода собак будет идеальной для проживания в доме. Средние породы собак для квартиры. Чау-чау. Эта собака с необычным синим языком имеет независимый, выдержанный характер и врожденную деликатность. Чау-чау очень чистоплотно и очень рано приучается делать свои дела на улице. Хорошо приспосабливается к жизни как в квартире, так и в загородном доме. Собаке требуется частое вычесывание, уход за глазами, зубами и когтями. Шарпей. Это трогательная внешность. Пухлая мордочка с синевато-черным языком, плюшевая шкурка в складочку ласковый характер и бесстрашное сердце. Он очаровательный домашний любимец и компонент. Шарпей, как почти идеальная средняя порода собак для квартиры, не линяет, консервативен, чистоплотен, терпим к другим собакам, подозрителен к посторонним людям и очень бережно относится к детям. Только следите, чтобы в его маленькие ушки никогда не впадала вода. Также шарпей подвержен заболеванию губ, пищевой аллергии и снижению иммунитета. Короткошерстные породы собак для квартиры Далматинец. Элегантная, короткошерстная собака, теплолюбивая, подвижная, веселая, с волевым характером и высоким интеллектом. Щенки далматинца рождаются белыми, а спустя какое-то время на их шкурке появляются черные или коричневые пятна. Социализировать щенка нужно с раннего детства. Это отличный компаньон, но не для домоседа. Собака будет слушаться только изобретательного хозяина, умеющего с ней играть и любящего продолжительные прогулки. Далматинец скромен к аллергии, поэтому придерживайтесь оптимального рациона. Купать собаку можно раз или два в месяц, а вычесывать лучше специальные рукавицы. Боксер. Превосходный выбор начинающего собаковода. Собака этой породы обладает крепкой нервной системой, выносливостью, ярким темпераментом, чувством юмора и прекрасной обучаемостью. Обожает детей, не любит находиться в отяночестве, любопытен и гриб и непосредственен. Нуждается в физических нагрузках. Боксер спокойно уживается с кошками, других собак недолюбливает. Купание собаки лучше ограничить до минимума. Шерстку можно протирать влажным полотенцем, чтобы удалить отмершие волоски. Хозяевам следует уделять большое внимание глазкам своего любимца, очищая их от пыли и слезного секрета и время от времени смазывая специальной успокаивающей мазью. Английский бульдог. Спокойный, уверенный в себе пес. Домосед. Домосед, очень привязанный к своим хозяевам. Он упрям и любит все делать по-своему, однако прекрасно понимает поощрение, внушение и порицание, но не наказание. Найдите с ним общий язык путем определения его личных стимулов. Английский бульдог склонен к ожирению, болезням сердца и опорно-двигательной системы. Громко храпит во сне и часто страдает от аллергии. Плохо переносит жару и перегрузки и порой не очень приятно пахнет. Бульдог не любит долгие прогулки. Роды у сук, как правило, нелегкие, да и вязки совершаются с трудом. Будьте к этому готовы, если остановите свой выбор на самке. Бульдога надо не вычесывать, а чистить специальной щеткой. Купать можно раз в месяц, после чего тщательно просушить его шерсть. Бассет-хаун. Собака с необыкновенно трогательным обликом и ласковым любящим сердцем. Он дружелюбен к другим животным, к незнакомцам и стремится быть частью семьи. Очень любит детей. Начало дрессировки Бассета будет трудным из-за его упрямства, но терпеливый хозяин сможет найти подход к своему коротколапому питомцу с очаровательными длинными ушами. Особого внимания требуют глаза и уши Бассета. Также собаку требуется часто купать. Бассет излишне любопытен и плохо переносит одиночество. Сторожевые породы собак для квартир. Стофарширский терьер. Бойцовская собака, полностью лишенная страха. Исключительно надежный сторож, интуитивно чувствующий опасность, поэтому является скорее идеальной сторожевой породой собак для маленькой квартиры. Стофарширский терьер, к тому же, имеет отменное здоровье и любит физические нагрузки. С ним никогда не скучно. Его настроение может меняться от флегматичного к игривому. Нуждается в социализации и серьезной дрессировке с раннего возраста. Любые попытки агрессии щенка необходимо пресекать. Эта собака для людей с сильным характером. Популярные крупные породы собак. Колли. Довольно популярная, уже скорее крупная порода собак для квартиры. Собаки этой породы умеют подстраиваться под образ жизни хозяина. Со спортсменом она радостно разделит его любовь к пробежкам. С домоседом полюбит тихие домашние вечера. В семье, где есть дети, возьмет на себя роль няньки подрастающего поколения. Это одна из лучших пород для семьи с детьми. Колли, как идеально сбалансированная порода, бесконфликтна по натуре, но способна дать отпор любому обидчику. Колли хорошо переносит и жару, и холод. Со здоровьем у Колли обычно мало проблем, но стоит обращать больше внимания на глаза и суставы любимца. Необходимо часто вычесывать собаку породы Колли. Овчарка – прекрасная порода крупных и больших собак для квартиры и дома. Одна из самых умных собак и лидер среди служебных пород. Она – прямой потомок прирученного людьми волка. Овчарка обладает невероятной преданностью хозяину, редким чучьем к опасности, высоким интеллектом, уравновешенностью и даже актерским талантом. Овчарке необходимы как физические нагрузки, так и реализация ее служебных качеств. В дрессировке гораздо более покладисты суки, чем кобели. Популярность этой породы никогда не сходит на нет. Существует несколько разновидностей породы и окраса овчарок. Но перед тем, как завести такую собаку, стоит подумать, зачем вам она нужна. Ведь кроме большой радости от овчарки в доме, это одновременно и большая ответственность. Породы собак для охраны квартиры. Ротвейлер. Служебная порода больших собак. Можно легко использовать эту породу собак для охраны дома или квартиры. От своих предков, молосских токов, он унаследовал тяжелый костяк, бесстрашие, выносливость, охранный инстинкт и высокий интеллект. Ротвейлер лучше чувствует себя в частном доме, чем в квартире. Хотя в последнее время ротвейлеров очень часто заводят и в небольших квартирах. Основной скользкий момент при решении завести ротвейлера в том, что командовать собой ротвейлер позволит только человеку с характером лидера, который станет для него вожаком и авторитетом. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Доберман – это большая и, возможно, лучшая собака охранной породы для любой квартиры или дома. И действительно настоящий четвероногий полицейский. Он намерен держать под контролем все, что находится вокруг него. Доберман необыкновенно умен и неусыпно бдителен. Заводить добермана, правда, также следует, только если вы имеете волевой характер. Причем социализировать щенка добермана нужно с самого первого дня появления в вашем доме. В уходе доберман достаточно прост. Нуждается в периодическом вычесывании специальной щеткой и купании в теплое время года раз в месяц. Лабрадор – идеальный компаньон, добродушный, ребячливый и игривый. Это идеальный вариант в качестве первой собаки крупной породы в квартиру или, скорее, дом. Лабрадор – необыкновенно покладистый и управляемый пес, станет вашим ласковым другом и партнером по играм для ваших подрастающих детей. Главная задача хозяина лабрадора и небольшой минус этой крупной породы в том, что надо отучать питомца от излишней доверчивости к окружающим. Голден ретривер – родственник лабрадора и очень похож на него, своим добродушием и легкостью в дрессировке. Очень любит воду, летом с удовольствием плавает вместе с хозяином, нуждается в ежедневном вычесывании шерсти и активном движении на прогулках, поэтому является тоже одной из привлекательных пород больших собак для дома. Дворняшки для содержания в квартире. Наверное, этот обзор был бы неполным без упоминания о собаках, ведущих свою родословную сразу от нескольких пород. Это, конечно же, дворняшки. Они необыкновенно разнообразны по размерам, цвету и длине шерсти, характеру, способности к дрессировке, охранно-сторожевым и служебным качествам. Каждая из них – это маленький или даже большой сюрприз. Но главное, чем обладают дворняги и в чем их огромный плюс для содержания в квартире – это их поистине золотое сердце. Собака, взятая вами в дом с улицы или из приюта, одарит вас такой преданностью и любовью, что вы никогда не пожалеете о том, что на вопрос какой породы ваша собака можете дать только один ответ – друг человека. Наверное, это самое ценное, что вообще может дать собака человеку. Тогда и дворняшка может стать идеальной и самой любимой собакой в вашем доме. Итак, мы рассмотрели основные и наиболее популярные породы собак для квартиры или частного дома. Естественно, пород собак еще очень много, но они встречаются реже. Да и приобрести необычную собаку часто бывает очень большой проблемой. Так что реально, если вы хотите что-то очень необычное и эксклюзивное для своего дома, то перечисленных пород собак будет более чем достаточно. Вы можете остановить свой выбор на любой из них. Главное, при выборе идеальной собаки для своей квартиры или дома учитывать все перечисленные особенности породы и своего образа жизни, и тогда ваш союз станет гармоничным и полезным для вас обоих, а ваша собака станет идеальным и любимым другом. Кроме этого, если вы не уверены, что вам подходят большие собаки, у нас на портале обучения и саморазвития есть, как я уже упоминал в начале, отдельная статья и видео о самых маленьких породах собак и просто общие, но очень важные рекомендации и советы о том, как вообще правильно выбрать собаку для дома или квартиры, в том числе и с маленьким ребенком, чтобы потом об этом не жалеть. Рекомендую также посмотреть и эти видео. Ну а на этом у нас все. Желаем вам всего самого прекрасного и доброго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!